Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. История, которую я вам расскажу, касается одного случая, который произошел со мной в магазине. Я тогда только зашла в магазин, и все мое внимание было приковано к маме с ребенком. Мальчику было лет около шести. По ним сразу можно было сказать «бедненько, но чистенько». Мальчик был хороший. Сразу было видно, что он что-то хотел, но понимал, что мама ему это не купит. Поэтому и не просил, а лишь смотрел. В тот момент, когда его мама рылась в своей корзине с акционными продуктами, мальчик подошел к прилавку с фломастерами. Он взял их в руки, понюхал и положил обратно. Затем он посмотрел на яркие наклейки и тяжело вздохнул. Его мама посмотрела на ребенка и обняла «нет денег, сынок, нет денег». А мальчик только кивнул. И знаете, что было наиболее жалким для меня? То, что на нем была одета маленькая шапка-ушанка, совсем детская. У меня аж сердце сжалось. И тут я вспомнила, что моя Настя тоже никогда ничего не просила у меня. И она несколько минут задумалась, пока не увидела их возле кассы. Я быстро взяла несколько фломастеров, наклеек, коробку пластилина и еще несколько безделушек, чем ребята любят играть. И тут я задумалась, а как же отдать их мальчику? Я подошла с огромным пакетом к маме с сыном, и у меня в голове внезапно возникла замечательная идея. «Привет, малыш, у нас сегодня день шапочек, и ты выиграл. У тебя такая красивая детская шапочка с такими классными ушками. Вот тебе за это подарок». Вы не представляете того выражения лица, который был у мальчика. Такой у меня был только раз в жизни, в Болгарии. Тогда из-за постоянных судов и неудачных дел моя жизнь полностью рухнула. Мой адвокат был бескорыстным и ненужным. Меня тогда даже с работы уволили. Я шла по улице под дождем, а в кармане всего-навсего было 10 левов. Маленькая чашка эспрессо. Я шла и понимала, что через несколько дней у меня последний суд, и у меня заберут ребенка. У меня не было шансов. Я решила пойти в кафе и попить кофе на последние деньги, чтобы согреться. Захожу и вижу кучу людей. Оказалось, играют в бинго. Я даже не знала, что это. Присела за один столик, как сиротка Марыся. Мне сразу карточки несут. Одна карточка стоила всего 10 левов, но я решила ее приобрести. Я понимала, что у всех по 10 или даже 20 карточек, а у меня только одна. И как оказалось, я выиграла. Я не просто выиграла, сорвала джекпот. Мне принесли полную корзину денег. Я не верила своим глазам. У меня был настолько большой шок, что мне не хватило сил играть дальше. Те деньги и поставили точку в моем судебном вопросе. Именно тогда, когда я поняла, что бинго у меня. Именно тогда у меня и был такой взгляд, как у того мальчика. Пока он не опомнился, я выскочила на улицу и по дороге думала о том, почему, когда мне самой так плохо, я легко отдаю. Вероятно, есть какая-то связь. Мне неведомо. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.